Стих 10.8 с разъяснением Преклоняются все существа «я» Нарайана. Господь несотворенного мира, с меня начинается всякое движение и идея во всех сферах бытия. Я создаю священные писания, от которых даю понятия служения мне и объясняю, как это делать. Те, кому по сердцу идеи служения Богу могут открыть для себя тайну всех тайн, любовь ко мне, безусловной красоте, которая не ведает рамок ограничения, не осознав это, они приступают через понятие долга, мирского и религиозного и входят в мир любовных отношений со мной. Разъяснение. Четыре стиха этой главы с 8 по 11 являются ключевыми в Бхагавадгите. В них сокрыта суть беседы между Араджуной и Кришной, душой и Богом. В Шимадбхагаватам 1.2.11 перечисляются три основных ипостаси Всевышнего, которым даются определения. Брахман, Параматма и Бхагаван. Брахман – это бесконечность и всеохватность Всевышнего. Параматма – его вездесущность, способность присутствовать в каждой точке бытия. А Бхагаван – это Всевышний, собственно, лично. Самое известное определение понятия Бхагаван приводится в Вишну Пуране 6.5.47. Бхагаван – тот, кто в бесконечной степени обладает богатством, властью, славой, красотой, знанием и свободой. Личность, которая обладает всеми шестью свойствами Бхагавана, называют Нарайной. Однако Джива Гаслами дает другое определение понятию Бхагаван. Бхагаван – тот, кому невозможно не служить. Он так пленит своим очарованием, что у живого существа возникает непреодолимое желание любить его и служить ему. Он силен не властью, а красотой и нежностью. Он – Кришна, всепривлекающий и чарующий. Соприкоснувшись с ним, душа не может не любить его. Ахам Сарваси, Шри Кришна, заявляет. «Я – своя Бхагаван, сам Господь. Я – источник не только Брахмана, всеохватывающего Абсолюта и Параматмы, вездесущего Абсолюта, но и Нарайаны – личности, которые принадлежат вся власти сила, которая повелевает всеми живыми существами. Я – выше Брахмана, Параматмы и Бхагавана. Они – мои составляющие». «От меня исходят все движения, понятия, включая понятия поклонения мне и способы поклонения мне. Если бы не было меня, не было бы преданности мне. Я – причина преданности». «Бога нельзя познать с помощью логики, чувства или изучая Писание. Живое существо не может познать Бога против его воли. Он открывает себя тому, кто преданно служит ему и молит о милости». Таким образом, в словах Матак Сарвам Правар Тате «Я – причина всего заключен еще один смысл». «Я первый указал душам – поклоняйтесь мне» и объяснил, как это делать. «Я прихожу в облике гуру, который учит поклоняться мне». В этих словах Господь раскрывает идею поклонения ему через гуру. Господь Шей Кришна говорит своему преданному Удхаве. «Я прихожу к тебе, как духовный учитель, и никогда не выказывай к нему неуважения». В облике гуру Дева с тобой разговаривает Бог. К духовному учителю нельзя подходить с материальными мерками. «Кто рассматривает гуру как простого человека, связанного с местом, временем и обстоятельствами этого мира, тот наносит мне оскорбления». Шеймад-Багватам 11.17.27 «Лучше и искуснее всех Кришни служит Шримати Радхарани. Она – самая чистая сила Шакти Бхагавана. Господь окружает бесконечное число вечных спутников на Шримати Радхарани, олицетворяет собой само понятие преданности». Господь говорит, «На примере своей самой чистой и прекрасной силы я показываю, как служить мне». «Итимат-Вабхаджан-Тамам, понимая это, преданные служат мне под руководством первой и лучшей из моих служительниц Шримати Радхарани, которая нисходит к душам в облике гуру Дева. Обойти ее в искусстве служения мне невозможно». Здесь Кришна указывает на служение Шримати Радхарани – Радхадаси. Но эту идею служения Кришне через Шримати Радхарани примет только тот, кому дан разум свыше. Те же, чьи разум и знания приобретены в мире иллюзии, май, останутся к этой идее равнодушны. Слово будхов «человек разумный» в данном контексте означает не тот, кто имеет разум, а тот, кому дарован разум свыше. Так это слово толкуется в Шипт-Багаватам 11.5.3.2. Затем говорится, что преданные, кому разум дарован свыше, способны слышать голос Бога изнутри. Это способность в высший дар – сукрития, результат служения и общения с чистыми преданными. Слово «бхава» означает «рага» или «анурага» – любовь и бессознательное влечение без оглядки на нормы и заповеди Писаний. Кто живет по правилам священных писаний, тот пребывает в мире в выгоды, поскольку руководствуется соображениями потерь и приобретений. Преданные «бхава» самамвитах подчиняются не заповедям, а внутреннему божественному голосу. Преданность высшего порядка не обременена понятиями «хорошее» и «плохое» и лишена всякого расчета. Бьяна, шунья, бакти. Бхакти Расамрита Синху 119 Шила Рупагасани пишет «Только бессознательная преданность, которой нет ни малейшего намека на корысть и желание познать, может доставить Кришне настоящее удовольствие». Бессознательная естественная преданность называется «рагамарга». Это самая редкая и наивысшая форма преданности. Душа, которая служит подлинному гуру, снизошедшему из мира, рагамарге, со временем получает возможность служить предводителю одного из кланов личных спутников Господа, которые служат ему в его играх в качестве друзей Сакхья Раса, родителей Вацалья Раса и возлюбленных Матхура Раса. Во Вриндаване, высшей сфере духовного бытия, Господа окружают друзья Субалы Ширидам, матушка Ишода, отец Нанда Махарадж, возлюбленные девушки Гопи, Валита, Вишакха и другие. Но среди всех его спутников и всех Гопи высшее положение служения занимает Шримати Радхаране. Поэтому вершиной рагамарги является служение Ширадхике Радхадаси. Это то, к чему стремятся преданные Рапануга Гаудиасамбрадай, староведущие чистую преданность, о которой рассказал мира Шива Рубагаслама Прохупадова по указанию Господа Читания, Махапраму. Бхагавангита, невиданное сокровище безусловной красоты, подрядавцы Шишимат Бхакти Ракшака Шидхаран Девагаслама Махараджа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok